Неотъемлемой частью инфраструктуры при строительстве новых микрорайонов является современная детская и спортивная площадки. В ряде районов столицы они есть. В некоторых они были установлены после обращения в столичную администрацию. Но в корне решить проблему пока не удаётся. Среди районов, где ребятня и молодое поколение лишены возможности играть и проводить досуг на детской и спортивной площадках, является микрорайон «Солнечный». Мы с друзьями часто здесь играем в футбол. Но здесь твёрдое асфальтное покрытие. Бывали случаи, когда кто-то, упав, даже ломал себе руку. А о пальцах ног я уже и не говорю. В городе много спортплощадок с мягким покрытием. А здесь нашими постоянными спутниками во время игры являются ссадины и синяки, если не переломы. Было бы здорово, если бы здесь хотя бы установили сетки, чтобы мяч не отлетал в колючие заросли. В многоквартирные дома микрорайона жильцы начали активно заселяться в 2010 году. Тогда же микрорайон начали благоустраивать. Подремонтировали во дворе старые качели и песочницу. Установили беседки, лавочки и мусорные урны. И на этом всё. Основание для будущей спортивной площадки близ корпусов было заложено ещё раньше. Однако, по неизвестным причинам, её решили не отстраивать. Теперь это место зарастает травой и кустарниками. Здесь в корпусах 120 квартир и более двух десятков коттеджей. Почти в каждом доме по два-три ребёнка. Это говорит о том, что больше половины населения солнечного – это дети и подростки. В нашем микрорайоне много детей разных возрастов, начиная с самых маленьких. Им негде играть. Здесь раньше были качели, но они сломались. Были случаи, когда дети, играя в мяч, разбивали стёкла окон. Но разве их можно ругать, если у них нет места для игр? Более десяти лет жители обращаются в различные инстанции с просьбой оборудовать на территории микрорайона игровую и спортивную зоны. Но их просьбы и походы в компетентные инстанции остаются безрезультатными. Во время очередной встречи представителей правительства с жильцами нам пообещали рассмотреть этот вопрос. И на этом всё и закончилось. Планируем в очередной раз пойти по этому вопросу уже к другим чиновникам. Ранее мы обращались не только к чиновникам, но и к частным лицам. Но всё безрезультатно. А время проходит, и дети играют, где придётся. Своими силами молодые люди оборудовали спортивный зал в одном из заброшенных зданий. Местные ребята принесли сюда спортивный инвентарь. Каждый вечер занимаются спортом и с пользой проводят свой досуг. Не у всех есть возможность отвозить детей в город в спортивные секции. В частности, из-за этого мы своими силами отремонтировали одно из помещений заброшенного здания. Но его с большой натяжкой можно назвать спортивным залом. Обратят ли на проблему внимание столичные власти? Этот вопрос мы адресовали администрации города Цхиньвал. В связи с неоднократными обращениями жителей микрорайона Солнечный, и ввиду того, что здесь проживает много людей, в том числе детского населения. Администрация города запланировала на 2019 год обустроить и установить детскую площадку, где могут проводить свой досуг младшие поколения. Жители микрорайона надеются, что в скором времени здесь благоустроят детскую и спортивные площадки. Эльвира Дебилова, Арнольд Харебов. Информационный выпуск сегодня.